Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. Сегодня у нас завтрак. Я только что встал. Немножко у меня сел голос. Не знаю, почувствуете ли вы в видео это или нет. Но я немножко приболела. Вчера вообще себя плохо чувствовала. Выпила тарафлю каждые 3 часа и вроде как более-менее восстановилась. Сегодня у нас вот такая нереальная вкусняшка. Давайте я вам покажу. Она прям горячая. Пирожки из лаваша. Колбаса сервелат. Моя любимая. А здесь огурчик, листики салата. И давайте приступим. Приятного аппетита всем, кто кушает. Давайте начнем с лаваша. Точнее, пирожки из лаваша. Вроде бы май. Резко стало так холодно. Я уже перешла на обувь с пальчиками. Уже как-то привыкла, что на улице лето. Оделась очень легко. Пошла с подружкой гулять. И вот результат. Вообще, я редко болею. Последний раз даже не вспомню, когда болела. Но, как и со всеми, со мной тоже случается. В последнее время заметила в комментариях, что девчонки пишут, почему нет влогов. Дело в том, что с первого мая я начала активно снимать на свой бумажный канал. И хочешь, не хочешь, время уже не остается снимать влоги. Время. Либо я снимаю, у меня получаются какие-то неинтересные. Вот сейчас у меня есть влог, он на середине. Я просто снимала дома то, что я делаю. И особо ничего интересного в этом влоге не было. Мукбанги я буду продолжать снимать обязательно. Но отличительная особенность моего бумажного канала и вот этого в том, что на бумажном канале вообще нету негатива. Вообще. За всю историю моего канала ни разу я никого не блокировала. Что, например, не могу сказать про этот канал. Снимаешь мукбанг. Истории стали какие-то скучные. Эту историю ты уже рассказывала. Как ты противно кушаешь. Меня раздражает, как ты пьешь. ну, раздражает. Зайди к кому-то другому. Зачем это писать? У меня тоже есть блогеры, которые меня раздражают. Вот реально, честно вам говорю. Например, есть блогеры, которого инстаграм взломали. И она создала новые. я просто сегодня утром, например, заходила к ней. У нее было 30 тысяч подписчиков. Резко захожу 180 тысяч. Ну, блин, не может быть такого, что за несколько часов резко подписали 130 тысяч человек, 150 тысяч человек. Открываю ее истории. И он такой говорит. Вот вы, говорит, меня взломали. Нифига подобного. Теперь у меня есть страница, на которой столько же подписчиков, сколько было изначально. но ты смотришь на лайки, ты понимаешь, что там тысячи лайков на каждой фотографии. А в остальных публикациях закрыты. То есть ты не видишь, сколько лайков там. Это обычно делаю тем, кто стесняется своего количества лайков на фотографии. Там просто в инстаграме нравится тому-то, тому-то и другим. Мне, по идее, нравился этот блогер. Но после этого меня он начал немножко раздражать. Что в смысле? Ты считаешь меня такой дурочкой, что я не замечу это. И ладно бы, просто не затрагивала эту тему. Ой, люди завистливые, которые так хотели отобрать у меня страничку. Просто за день на меня подписалась. Ну, скорее всего, вы, наверное, не смотрите даже этого блогера. У нее есть каналы на ютюбе, но все равно я не люблю такой обман. В общем, я никогда не буду писать ей, что, блин, какая ты скотина. ты зачем врешь-то? Я лично от тебя могу сказать, что я никогда не накручивала ни комментарии, ни просмотры. я считаю, это бессмысленно. Ты обманываешь чисто себя. Или вот эти гивэвэи участвуешь, у тебя дохрена подписчиков, но на каждой фотографии по 100 лайков. не то, что сейчас рекламодатели смотрят на активной странице, да даже обычные люди разбираются в этом во всем. в этом. Вообще большинство блогеров, за которыми я слежу, в инстаграме. За ними обязательно я следила в ютубе, а потом перешла в инстаграм. Не знаю, как вам. Я вот честно ненавижу читать посты. И то, что инстаграм заблокировали в России, а мне по большому счету исчезло все равно. Потому что я особо никогда не любила инстаграм. Фоточки всякие, посты писать. Для меня это неинтересно. И никогда не было интересно. Мне намного интереснее посидеть в тиктоке, нежели полазить в инстаграме. Но я заметила, что очень сильно уменьшилось количество рекламы у блогеров. Особенно у крупных блогеров, которые работали знаменитыми брендами. Практически, можно сказать, эта реклама исчезла. Ну, что поделать, такова жизнь. В общем, о чем я говорила. Когда ты читаешь под своими видео подобные комментарии, становится, честно, очень неприятно. И ты думаешь, для кого я снимаю? Для людей, которые меня обсирают в комментариях? Не знаю, почему на моем бумажном канале настолько лояльная аудитория. Настолько добрая. Это прям нечто. Рецепт на все я вам обязательно оставлю. Переходите в описание. На мамин канал. Ей осталось всего 2000 подписчиков. И она получит серебряную кнопку. Мама прям ждет, считает ним. Так что смотрите рецепт. Кому не жалко, подпишитесь, пожалуйста, на мамин канал. И мы получим уже третью серебряную кнопку. Третью. Вчера рисовала и параллельно слушала интервью Илона Маска. Господи, какой он умный. Столько всего мотивирующего он говорит. Просто посмотрите его речи. Даже если у вас, например, у вас внутри сидит такая лень. Вы просто посмотрите это видео и как будто вас ставили батарейки энергайзер. Вам хочется что-то делать, творить, радоваться жизни. Меня всю жизнь мотивировали такие люди. Никому что-то там досталось от родителей, например, как Тимати. А когда человек сам. О, что-то там. Еще я очень много видео начала смотреть по поводу минимализма, по поводу окружающей среды, как мы загрязняем нашу окружающую среду. Но если честно, подобные видео на меня влияют временно. Например, я смотрю и на какой-то период я не буду покупать ненужные вещи, но потом у меня начинается опять. Это как будто болезнь и мне нужна эта таблеточка. Я смотрю это видео, иногда даже одно и то же видео. Смотрю и понимаю, что эти вещи мне не нужны. Я их не покупаю, но проходит время, во мне опять появляется желание их купить. Очень много сейчас появилось блогеров, которые рассказывают про минимализм, про загрязнение окружающей среды. И это на самом деле очень интересно. На этом все. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться. С вами была Айка. Пока.